эфир мы снова здесь снова здравствуйте мы сейчас приветствуем тебе спасибо что вы с нами подключились к нам тебе и мы сейчас будем рассказывать вам о конференции которая нас прошла в нашей церкви посольства иисуса у меня в гостях константин добрый день лидера команды может быть вечер кто смотрит тбн в общем сейчас мы с вами поговорим что же было за конференция в этом может быть писали свои вопросы комментариях нет я сама их составила сама придумала блиц опрос в общем константин у нас была конференция да у нас была конференция когда это было на неделе да нет просто обычно как бы когда парisl32 конференции ты на конференции весь воодушевленный вдохновленный конференция прошла и живешь дальше но у нас не тогда мы все одешь земли с новыми силами константин такой опрос что вот тема данной конференции на что она была так Как направлено, какая может быть специальность конференции? Ну, конференция, в принципе, наверное, как обычно, но это необычные вещи, да? Она у нас проходит на тему «Видение 12». То есть, мы церковь, Бога живого, мы распространяем его самостоятельно здесь, на этой земле, и у нас есть некая стратегия, как это делать. Мы все призваны к одному, чтобы спасать людей. И мы взяли стратегию, она называется «Видение 12». Все очень просто. Люди такие, «Видение, да, что это такое?» Вы ни разу не читали Библию? У Иисуса было 12. Все очень просто. Да, «Стратегия домашней группы». На этой конференции очень было сильное слово про ученичество. Мы принимали от пасторов... Кстати, какие пасторов? Кто к нам приезжал? Расскажи немножко. К нам приезжали очень хорошие люди. Это пасторы с Филиппин, епископ Ариэль. Я фамилию, вот сейчас надо читать просто, по-честному. Где текст? И его помощник, да, я очень сильно запомнил проповедь, про Шамигара, ну это Самигар, в Библии Самигар. Ну и Девору. Вот он говорил, Дебора, Дебора. I'm Дебора. I'm Шамигар. Ну то есть вот так. Кто в теме, кто знает. Да, у нас также и молодежный тренинг проходил, когда вышел спикер, он такой, мне 54 года, я такой, эээээээээ, вообще просто такой хипстер с Америки приехал к нам, если натянуть так, то может быть 40, а ему 54. Да, если прям за уши натянуть. Ну, коснулась конференции, что вот, вот какой-нибудь такой прям посыл, чтобы люди такие, воу, я обязана идти в следующий раз. Да, очень коснулась, и я не договорил просто про пасторов, да, что, чем же они крутые, как бы, не только потому что они с филиппин а потому что он был пастором 15 лет и он очень был ревностным пастором он очень сильно достигал и он всегда думал что ему нужно делать три вещи наверное как и мы все в основном думаем это читать библию молиться и проповедовать он же пастор и все мы пастора кто-то маленькой домашней группы ну или не маленькой кто-то пастор церкви и он думает если люди у меня не растут то мне нужно больше читать библию больше молиться и больше проповедовать не работала 15 лет вот 15 лет он достиг 200 человек и все и никак и за 8 лет то есть у них сейчас церковь вообще за первые два года они выросли с 200 до 200 до 2000 и да за 8 лет у них сейчас церковь более 20 тысяч человек и последний евангелизации было евангелизации последний было у них на евангелизации было более 300 тысяч человек то есть есть видео там к стола нас приехал сказал ты как это сделал я как-то получилось и финны и феномен феномен еще заключается в том что их нету на телевидении их нету на радио их нету в сми то есть они все это делали через учеников через домашние группы это было вообще удивительно но вот это они как бы и круто то есть как бы восемь лет с 200 до 20 тысяч человек это очень здорово на это вдохновляет это вдохновляет правда наш церковь мне кажется мы все прям период смысле переворот головах произошел и это круто да ты вопрос не какой-то задал да уже как бы да люди же все они пошли регистрироваться но что как бы я пережил на конференции вы знаете все очень просто как бы мы мы как бы это знаем мы это знаем вот и но как будто он нам рассказывает это то что мы знаем как будто мы это вообще не знаю я не знаю как у него так получалось вот просто не нужно нет нет молиться читать библию и проповедовать это просто твое дыхание как христианина это необходимо ты просто обязан это делать ну как там кушать дышать да и там разговаривать с людьми это это твоя обязанность прям он говорит но ребят надо делать учеников то есть просто нужно делать учеников не только последователей а именно учеников это основная мысль была ну это это и здорово в общем мы загорелись мы вдохновлены этим словом а сейчас у нас наш любимый драгоценный пастор павел павел алексеевич рындич будет вам говорить супер супер проповедь и мы переключаемся в зал спасибо спасибо хорошего до свидания ситуациях отец положи нас господь мой как печать свою спасибо тебе господь мы прославляем тебя царя царей господа господствующих нашего господа иисуса христа аминь давайте воздадим славу царю нашему господу и спасителю я приветствую всех тех кто пришел на второе богослужение библейского центра посольства иисуса приветствую всех кто смотрит нас онлайн кто смотрит нас на телекомпании тбн на бог тв спасибо вам оставайтесь с нами и будет важное послание спасибо музыканты спасибо дорогие поцелуйте друг друга обнимите и присаживайтесь в любви божией целуйте только тех кого имеете право целовать аня у нас приехала из медового месяца замечательная такая как раз и поет сразу только что замуж вышла слава царю я приветствую всех итак друзья мои а кому хлопаем они итак друзья я хочу сразу сделать пока объявление то что у нас в среду будет богослужение которое называется спасти еще одного это даже не богослужение это собрание всех бывших наркозависимых всех существующих и всех кто нуждается в реабилитации у нас будет гость особенный александр березовский он уже был здесь наш друг нашей вообще церкви и поэтому он будет здесь служить поэтому друзья если у кого-то была такая проблема приходи если ты знаешь у кого есть проблема с наркотиками с алкоголем тоже пусть люди приходят потому что бог способен освобождать каждого аминь поэтому ждем вас в среду в среду вечером я не помню во сколько ну там на сайте есть в семь часов помогите мне олег я на тебя уже смотрю столько времени вот смотри весь мир смотрит все мне подсказать а я на тебя ты же руководитель говорю но уже весь телевидение увидела уже все простите телезрители миллионы людей к нас смотрят что мы никак коммуникацию с первым рядом не наладили в семь часов вечера слава богу итак друзья мои молимся и я бы хотел поделиться словом которое сегодня который сегодня играет большую роль у нас слово рема на весь месяц это вечность мы говорим о вечности но тему который я хотел бы сказать сегодня она будет так или иначе связана с этим со свечностью но все таки неразрывной связи с нашей конференции у нас закончилась потрясающая конференция и потрясающий пасторский тренинг это была такая в духовная мотивация к тому чтобы служить богу и знать что у нас все получится за последнее время знаете давление который был оказан на нас на нашу церковь очень многие люди сдулись и те кто сдулись я их сразу вижу я вижу знаете очень важно вы думаете пастор не видит пастор все видит всегда я всегда вижу однажды я помню как мы с женой приехали в город суздаль и мы там пошли в баню ну суздаль знаете старая русь и там все это антураж весь русский и баня не является непосредственным частью программы и вот мы пришли и банщик пришел и банщик он там нас парил и так далее меня потом жену и потом там скраб должен быть входит в эту в русскую культуру нас там помять и вот он меня там что-то мял мял меня там этот банщик меня скрабом мазал я вышел а стеклянной двери я вышел отдыхать и он стал мою жену мазать я чувствую что-то в этом есть неприличное чего-то у меня жена там лежит ну правда одета и все и он ее мажет там какими-то маслами намазывать и он буквально пока мазал через стеклянную дверь со мной глазами встретился и я сделал ему вот так когда ему вот так сделал он сразу потерял интерес ко всему и жена мне говорит что-то он говорит какой-то момент перестал говорить нормально меня скрабить к чему я это рассказываю к тому что все домашние группы каждый человек все равно так или иначе я его чувствую и я чувствую что у нас за это время всякие какие-то слухи летний футбол там пошел люди кто-то расслабился и так далее слушайте во христе иисусе нам нельзя расслабляться потому что тебя унесет твоя негативная энергетика унесет тебя не из церкви она унесет тебя из твоего счастья и вообще от иисуса христа нашего господа и спасителя но поймите что христианство почему она живет и будет жить во что я верю христианство будет всегда жить всегда жить потому что она единственное говорит о вечности поймите что коучей на земле много сегодня стало модно очень там слушать коучей коуч это коуч это тренер и они тебя учат как семьей заниматься кто-то учит как стать бизнесменом кто стать миллионером кто как вес сбросить кто-то коуч как 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 еще какие-то коучи всякие и это неплохо но коуч всех коучей это иисус потому что он не только нам сказал как здесь быть благословенным как еще перейти за черту смерти он говорит нас учит о вечности как мы можем жить в вечности поэтому христианство она непобедима никак даже если предположим кто-то из вас споткнется не дай бог там пасторы споткнулся церковь как-то вот засуетиться поймите саму церковь уничтожить невозможно она бессмертно потому что это установление самого иисуса христа он дал учение заметьте что иисус на земле не оставил ни одного здания не построил ни одной церкви на земле он не покрасил ни одного религиозного там ни одних фресок не нарисовал не написал ни одной книги он ничего материального не сделал но что он оставил он оставил команду 12 он оставил 12 человек которым сказал простые очень важные слова описаны в евангелии от матфея в последних стихах матфея 28 20 он сказал поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками и крестите их во имя отца сына и святого духа и учите их исполнять все что я повелел вам а я буду с вами во все времена до скончания века я прочитал вам новый русский перевод перевод который ближе к оригиналу и вот тут есть удивительная тонкая деталь но очень важная деталь смотрите в арка синодальном переводе как некоторые его называют сильно дальнем переводе вот там говорится идите и научите все народы в оригинале сказано идите по всему миру и сделайте их учениками он говорит пойдите и все во всех народах вот там русские живут они еще на деревьях сидят вот им расскажите вот там европейцы немцы они там еще едят друг друга к ним придите вот там китайцы у которых миллион богов всяких вот к ним придите расскажите вот там индусы у которой кобры поклоняются вот им расскажите и сделайте их учениками иисус сделал 12 учеников все что наставил 12 парней которые знали во что они верили 12 парней которые четко знали план спасения своей жизни и в них была задача пойти во весь мир и сделать учениками иисус продолжает последние слова он говорит и научите их вот жить так как я научил вас он говорит вот научите их тому в точности что я научил вас то есть передайте я лучший коуч чтобы натренировать вас наш коуч не пастор не епископ наш коуч иисус он дал образец и мы с этого образца берем и передаем следующим вот в этом была сила поймите вы я надеюсь меня понимаете о чем я говорю итак друзья смотрите иисус собрал команду 12 это была первая домашняя группа и теперь я хочу вас обозначить саму саму свою суть о чем я буду говорить я говорю тему записывать и вспоминайте не знаю как называется домашняя группа места твоего благословения домашняя группа это место твоего благословения поймите церковь это не как раз то не здание не 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 церковь как таковая просто потому что люди всегда думают что вот ходить надо в церковь какое-то здание но изначально не было так иисус не строил здания иисус учил людей жить своим учением поэтому первая церковь собиралась в домашних группах она собиралась по домам и в библии я вам покажу эти места писания люди собирались дома и говорили о вести спасения домашняя группа имеет несколько целей и первая цель если вы записываете или запоминаете первая цель домашней группы это евангелизация или как я написал здесь можно поточнее сказать даже спасение неверующих ну у меня тут несколько прямо написано спасение верующих и мысль это в скобках евангелизация Спасение неверующих, это была основная цель домашней группы. Домашнее собрание, когда люди собирались, они понимали, слушай, если мы спасены, вот если я спасен, что такое четыре цели, а, четыре цели домашней группы, а я думаю, четыре чего-то. Так вот, моя цель – спасать других людей. Объяснить им, как можно спастись после смерти. Вот задумайтесь на секунду, вот о такой аналогии. Представьте, вы попали в палату, не дай бог, конечно, но вам поставили диагноз рак. Причем рак такой последней степени, четвертая степень рака, и врачи от вас отказываются. Они говорят, ну, бесполезно лечить, все, методов лечения нету. И вы находитесь в этой больнице и в этой палате с онкобольными, у которых одна и та же степень, и все приговорены к смерти. И врач говорит, все, мы вас выписываем, потому что наука сегодня не знает способов лечения четвертого степени рака. Вас выписывают, и вы потом приходите домой, и вдруг кто-то вам говорит, говорит, слушай, вот тут есть женщина живет, у нее какая-то склянка есть непонятная, она там травы какие-то мешает, и говорит, слушай, вот все, кто пьют из этой склянки, все становятся здоровы. Через месяц у всех проходит рак. Ты пришел, пошел, попил из этой склянки, и через месяц у тебя рак прошел. Счастье, согласись, радость. Но ты встречаешься со своими друзьями, которые с тобой лежат в больнице, у которых всех четвертая степень. Вот после этого ты встречаешься с ними, будешь с ними спокойно себя чувствовать, и говорить, нет, ты куда, на работу ходишь, как детишки, все ли нормально. Ты будешь говорить об одном и том же, ты будешь говорить, слушай, есть выход из твоей проблемы, есть склянка у бабки, вот там, там есть какое-то лекарство, сходи, попей. И большинство людей будут реагировать вот так. Ой, слушай, меня ведущие специалисты, профессор Кутузов лечил меня, и сказал, все, конец тебе, нет выхода никакого, какая склянка, какая бабка. Ты после этого отстанешь, и опять будешь ездить с ними на работу, спокойно говорить о погоде, о природе. И знаете, сколько мне сегодня людей говорят, ну мирские люди, они многие неплохие, они как бы не убивают, не лгут, крадут, не крадут, ну много. И так-то ненормальные люди, не блудят часто, а так они хорошие люди-то. Слушай, вопрос не в том, как они выглядят, вопрос в том, что у них рак. И этот рак неизлечимый, это болезнь, которая ведет их прямиком в ад. И люди, оказывающиеся без Иисуса Христа в преисподне, после черты смерти. Именно это место. И ты будешь спокойно так же ездить и говорить, да все хорошо, говорить о природе. Да нет, ты будешь их трясти, ты будешь делать все для того, чтобы они попили из этой склянки, потому что тебе помогло. Я знаю четко, что когда мы пришли к Иисусу Христу, мы ясно обрели спасение. Это изменилось, даже изменился наш, не то что образ жизни, изменилась моя лично, философия, взгляд на весь мир поменялся. У меня все поменялось в жизни, от А до Я. Я не знаю, как у других. Я с людьми разговариваю, многие там, ну у меня Бог в душе. Вообще популярная сегодня эта ложь, я ее называю сатанинской какая-то ложь. Вот две вещи, которые витают в головах людей. Это две какие-то объяснения. Я верю в Бога, в неведомый разум, во вселенский разум. Нарисовали себе какой-то вселенский разум, какой-то непонятный, за пределами человеческого мироздания, и не могут ему дать имя Отец, которое написано в Библии. И второй момент, все у меня Бог в душе. Я говорю, слушай, ну пора уже Богу из души вылезти, чтобы ты проявился как человек. Потому что ты живешь как обезьяна, значит у тебя и в душе ничего нет. Ну в принципе-то. Ну или нет, или не так. По этой причине, когда человек говорит, у него Бог в душе, как правило у него и там тоже нет. Ну представьте, я бы говорил, я слесарь в душе, но так и не стал слесарем. Я муж в душе, но так и не сделал предложение своей невесте. Я президент в душе, но пока пью и живу в Канаве. Слушай, ну если ты чего-то в душе, значит это должно проявиться. Если ты говоришь, у тебя Бог в душе, то должно проявиться внешне. Значит ты будешь, как ты изменишься. Я с одним человеком разговариваю, причем какой-то священнослужитель, общаемся с ним. И что-то я ему говорю, слушай, вот ты пока со мной разговариваешь, даже материшься уже несколько раз. Он такой, знаете, с улыбкой, да кто не матерится-то? Я говорю, слушай, 25 лет я живу со Христом, я ни разу за эти годы не сказал ни одного матного слова. И я не хвалюсь. Это не я такой хороший, просто Бог поменял, у меня не выходит. Даже тут сложные ситуации на дороге бывали, знаете, когда тебя матерят, и ты хочешь что-то в ответ сказать обидное, а у тебя прям ничего не вылазит, как уходи, негодяй. Внутри черпать нечем, потому что нету, нету мата внутри. Ну как-то он ушел. Ну говорю, я на тебя смотрю, я понимаю, что у тебя столько зависимости, у тебя там вагон и тележка этих зависимостей, а ты, говоришь, у тебя в душе. Нет у тебя ничего в душе. У нас вот на этой, в этом последние два месяца, у нас несколько семейных пар образовалось в церкви. Несколько замечательных молодых людей поженились. И вот отец одной из семейной пары, ну вернее, детей, которые женились, рассказывает, говорит, на работе общается, и там люди что-то разговаривают с ним, и говорят, ну вот типа, как они там долго жили до этого молодые, потом они поженились. Он говорит, да нисколько не жили, сколько они жили? Нисколько поженились, вот стали жить. И говорит, я удивился сам, что реакция среди всех вот этих коллег была такая, вот вообще, как будто говорит, я с ними на иных языках поговорил. Они говорят, как не пожили? Вот такой вопрос, как не пожили? Он говорит, моя дочь не живет ни с кем, она нормальная, в церкви, ходит в церковь, в детстве вышла замуж, и парень тоже, девственник, женился, потому что в церкви. И он говорит, это было вот такое чудо, как будто кто-то из мертвых воскрес. Просто пах. И вы мне после этого рассказывайте, вы мне будете рассказывать после этого, что якобы в мире все хорошо, у них там все в порядке и без Христа. Не надо мне эти глупости рассказывать. У меня дочь была вот сейчас какое-то время в Америке, была Ульяна, она вот здесь сейчас, и вот была. И я как-то заехал в магазин, заехал за продуктами, и что-то пока там покупал, стою, смотрю, моя одноклассница. Ну мы так с трудом друг друга узнали, знаете, люди как-то из Леонардо Ди Каприо через годы превращаются в Фредди Крюгер, я уже заметил. И мы как-то друг друга с трудом узнаем, с трудом. И она мне говорит, привет, Пашка. Во-первых, меня давно уже Пашкой никто не называл, я как-то передернулся, думаю, ну ладно, я проглотил, человек негордый, ну Пашкой, Пашкой, что, сидели вместе. И я ей говорю, привет, Наталья. За партой сидели, за партой. Мы реально с ней сидели за партой. Вместе сидели за партой. И вот я ее уважительно называю, не как-то неплохо говорю, Наталья. Я говорю, привет, Наталья. Она, Наталья Федоровна. Главное, меня поправила, представь, не просто Наталья, Наталья Федоровна. А я, понимаешь ли, Пашка. Ну все нормально. Ладно, я проглотил, думаю, хорошо. Вот, думаю, люди как мыслят, а интересно. Ну и все, начинаем с ней общаться. И она говорит, видела я там у тебя где-то в интернете, видела дочь там в Америке. Я говорю, да, да, в Америке там учатся что-то, проходят там какие-то курсы и так далее. Она, а, ну да, да. Такая, замужем? Я говорю, нет, не замужем. Живет с кем? И вот я смотрю, этот вопрос, он настолько естественный. Вот, живет с кем? Я говорю, да не живет ни с кем. Я говорю, она человек воцерквленный. И она прям, ну я тоже в церковь хожу, у меня все дети живут. Я думаю, ну значит у тебя в душе, видимо, Бог-то. Вот где-то там он запрятался за камнем, как рак. Непонятно, за этим, за камешком подводным. И я говорю, слушай, ну как ты не понимаешь, что ты что, нормально к этому относишься, твои дети с кем-то живут нормой? Она, а что поделаешь? И я понимаю, вот люди ничего и не могут поделать. Потому что, не зная Христа, у них нет силы что-то поделать даже со своими детьми. Так вот, друзья мои, по этой причине возвращаемся к домашней группе. Домашняя группа – это место, где мы чувствуем одну цель, одно призвание. Поймите, домашняя группа – это как клетка в организме. Вот организм, он состоит из клеток. И внешне он узнаваемый организм. Человека можно узнать, это Коля, это Саша там, но он весь из клеток. Также церковь, посольство Иисуса – это одна только община в Нижнем Новгороде. Таких много общин, есть другие общины, разные общины, евангельские, слава Богу, на основании Библии. Но это наши общины, формы узнаваемые. Но все должно состоять из клеток. И если община не состоит из клеток, организм рано или поздно превратится в аморфную массу, которую очень легко потом каким-то образом даже разрушить. Смотрите, вот вдумайтесь в такой момент. Ну вот у нас до сих пор много недоброжелателей, и в это лето особенно активизировались. Ну понятно, мы люди евангельские, мы знаем, во что мы верим. Сатана не любит, поэтому все, кто на нас нападает, я просто знаю, что люди просто не знают истины. Они сами в заблуждении и являются инструментом сатаны в нашей жизни. И вот эти люди как-то пишут там всевозможные заявления, чтобы вот это здание у нас каким-то образом забрать. Ну это реальность, суды у нас там уже были и еще будут. И я, знаете, как пастор мучился, переживал, думал, как, Господи, мы же купили этот замечательный храм, мы в него вкладывали деньги, мы красили все вместе, всей общиной. И думаю, Господи, а во время конференции, когда мы были, ко мне в сердце пришел такой глубокий мир. Я вдруг подумал, слушай, надо взлететь выше зданий, выше всего, даже если так произойдет. Ну предположим, не дай Бог, мы верим, что все будет в порядке, в нашей стране будет все нормально, мы верим в нашу страну, мы благословляем правительство, мы любим нашу страну, все в порядке. Но сатану никто не отменял, он работает против царства Божьего. И я подумал, выживем мы как церковь? Конечно, выживем. И выживем только благодаря ячейкам, домашним группам. Если клетка в организме, каждая клетка живая, то организм все равно будет жить. Во влажных условиях. Он в воду заныривает, плывет в воде, он живет. Он заходит в пустыню, он живет. Организм приходит в лес, живет. Приходит домой, тоже живет. Потому что это собрание клеток в организме. Собрание. И их цель, чтобы приходили новые люди. Всегда цель евангелизация. Наша ячейка заточена на то, чтобы проповедовать Евангелие. Поймите, друзья, любая клетка, вернее даже не клетка, лучше не так сказать. Лучше сказать, что вода должна быть текущей. Если вода течет, то всегда живые организмы в этой воде будут хорошо жить. Они будут себя там хорошо чувствовать. Обратите внимание, я с детства помню, мы ходили на рыбалку. Мы ходили всегда почему-то на речку, хотя у нас было рядом болото. Мы приходили на речку, потому что там была атмосфера лучше. Всегда берега песчаные, рыбу ловишь, рыба какая-то свежая, хорошая. Вода пахнет свежестью. Можно было черпнуть котелком, поставить на огонь, рыбу почистить. Уха хорошая получалась прямо из этой воды, из реки. И как-то хорошо там время проводили. Почему? Проточная вода. И в то же самое время я с детства вспоминаю болото. Вот придем на болото рыбу ловить с ребятами. Вот вся атмосфера уже пиявки, лягушки, вонь всегда. Даже карася поймаешь, и тот карась торфяной какой-то вонючий, есть его не хочется. Всегда эти камыши какие-то отвратительные, какой-то слизью покрытые. И думаю, в чем разница? В болоте вода стоячая, в реке вода проточная. Домашняя группа, если она будет проточная, если всегда будет заливаться вода свежая, новые люди приходят. Когда ячейка знает свою цель, у нас цель евангелизация. Мы хотим, чтобы на нашей домашней группе было больше людей. Приходили новые люди, всегда там будет свежесть, всегда будет новый интерес, всегда кто-то захочет поделиться простыми азами Евангелия с новым человеком. Всегда хочется прийти к новому человеку, подсказать ему, как устраивать свою семейную жизнь, как устраивать жизнь дальше там свою со здоровьем, с работой. И наоборот, когда стоячая, ячейка, 10 лет одна и та же, там точно заведутся жабы. 100% там обязательно начнется вонь, там обязательно кто-то все будет недовольный, все время там потом пастор виноват, церковь плохая, все плохое, все, пойдем грешить. Как будто бы от греха будет какое-то счастье, да будет хуже еще только. Но болото – это сознание головы, болото. Поэтому на ячейке всегда первая, первая самая главная цель ячейки – это достигать новых людей. Давайте посмотрим «Деяния апостолов». Деяния апостолов, вторая глава. Когда сошел Святой Дух на апостолов, апостолы вдохновились настолько сильно, что они пошли, и Петр стал первым пастором. Удивительно, что Петр, если вы помните эту историю, Петр ловит рыбу, он ничего не поймал тогда, он был бизнесмен. Написано в Евангелии, ну в разных Евангелиях эта история написана. Кстати, друзья, читайте Библию, читайте, старайтесь читать просто текст. Чем больше вы читаете текст, запоминаете места Писания, они начинают становиться частью вашей жизни. И вот Петр ловит рыбу, ничего не поймал в ту ночь. В его жизни появляется человек по имени Иисус. Он говорит, забрось сеть, там по правую сторону, он забросил сеть, говорит, ничего я не поймал, и вытаскивает огромное количество рыбы. Иисус говорит слова Петру, он говорит, Петр, такие простые обычные слова, я сделаю тебя ловцом человеков. То есть ты рыбак, ты ловишь рыбу, но теперь я тебя переформатирую так, что ты будешь так же, как ты ловишь рыбу, и те же процессы, которые происходили при ловле рыбы, будут то же самое у тебя с людьми. Иисус воскресает из мертвых, уходит на небеса, апостолы остаются одни. И Деяния апостолов, книга, которая показывает о первых этапах христианской жизни, вообще первых этапах церкви. И церковь начинается с того, что приходит Святой Дух. Петр, тот самый товарищ, который был рыбаком, выходит на площадь Иерусалима и начинает говорить людям, спасайтесь от всего рода развращенного. Если вы текст читаете, вторая глава, он говорит, спасайтесь от рода развращенного. И он начинает писание, говорит, разными словами увещевать, чтобы люди принимали спасение. Чтобы они выпили эту склянку, которая говорит, ты исцелишься от рака. Он вдохновляет их на новую жизнь, говорит, все будет хорошо, ребята, давайте, спасайтесь. И Библия говорит, в тот день присоединилось к церкви три тысячи человек. Три тысячи человек. И Петр узнает ситуацию, которая у него была в тот момент, когда Иисус сказал, забрось рыбу. Он вдруг почувствовал себя тем рыбаком, только теперь в сети попались не рыба, а попадают люди. Три тысячи людей принимают Евангелие. И смотрите, что удивительно. И написано 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме. То есть храм, собрание, как здесь, все вместе люди приходили. И дальше. И преломляя по домам хлеб. Это деяние апостола, 2 глава, 46-47 стих. И преломляя по домам хлеб, притимали пищу, веселье и простоте сердца. Вот такой интересный пассаж. Заметьте, они были в храме, все вместе собирались. Но было важное составляющее. Они приходили по домам. Они собирались ячейками по домам. Написано в простоте сердца. И следующий 47 стих написано. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Они хвалили Бога. Всегда приходили ради цели похвалить Бога. Прославить Бога. Собирались, и было интересно вместе. Находясь в любви у всего народа, народ видел, что они другие. И следующее. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Другими словами, каждая ячейка, собираясь в дом, она знала, мы должны расти. Это наше призвание. Это наша цель. Наша домашняя группа должна расти. Ой, сегодня никому не нужен Бог. Сегодня такое время. Люди обозленные. Никто не хочет. Перестань. Если у него рак четвертой степени, вопрос не в том, что он там не понимает. Ему солгали, что нет исцеления. Ему врач объяснил с авторитета своего, профессор Кутузов, его не существует, чтобы вы знали, объяснил ему о том, что нельзя исцелиться. Но когда ты знаешь, что у тебя склянка со спасением, ты всегда найдешь способ. Как сказать, слушай, у меня есть для тебя выход. У меня есть. Поэтому ячейка всегда должна быть евангелизационной. Второе, очень важное, второй важный момент. Цель домашней группы, второе, цель, это упрощение христианских связей. Или в скобках я пишу просто связи. Связи между друг другом. Связи. Вот Ариэль рассказал интересную историю. Вот этот епископ Ариэль. Он говорит, что, ну если вы знаете, в Китае там с христианством очень сложно. Китай коммунистический. Они так и остались наследниками марксизма, ленинизма. И для них религия до сих пор опиум для народа. Поэтому всех, все религии подавляются. Стоят церковь в Китае только те, которые были дореволюционные построены. Только те еще остались. Все остальные просто запрещены. Так вот он говорит, он приезжает в какой-то город, не знаю, там Гуанчжоу и Шанхай, не знаю. Он говорит, приезжает и встречается в 7 часов утра с 12 китайцами, у которых есть свои ученики. Все поняли принцип Иисуса домашней группы. Все его осознали. Все делают учеников. Не просто развлекаются. А каждый понимает, мне нужно быть учеником. Иначе царство Божие я не наследую. И он говорит, я встречаюсь только с 12. Что Иисус сказал? Иисус сказал, идите во все народы, сделайте их учениками и учите их соблюдать все то, что я повелел вам. То есть говорит, сделайте то, что сделал я. У Иисуса сколько было учеников? 12. И вот он собирается с 12 человеками. Всего 12. Полиция, она приходит, не поймет какие проблемы. Проблем нет. Люди собрались просто дома попить чайку. Просто приехал какой-то человек из Филиппин. С ним встретились просто 12 человек. Сидят, чаек попили. На китайском. Он за всех помолился. Спели песни. Аллилуйя. Вдохновились. В 7 часов утра. В 9 утра. Эти все 12. Пошли каждый по своим домам. Они встретились со своими учениками, которые уже есть. В 9 часов уже сели с ними. 12 человек. Никто не поймет. Ни храмов. Ничего нет. Просто по домам все. Ханя-ня-ня-ня-ня. Чайку попили. Поели риса. Руки возложили друг на друга. Сказали из Евангелия. Выучили стихи. Помолились. Прославили Бога. Их уже 144 в 9 часов утра. В 11 часов утра. Через 2 часа. Эти же люди поехали по своим домам. Кто на машинах, кто на метро. Приехали. Встретились еще с 12 человеками. Ханя-ня-ня-ня. Поели лапши. Риса. Помолились друг за друга. Вдохновились. Слово почитали. Помолились за больных. Вдохновились за учеников. Все. В час дня. Все эти люди. Которых уже 1728. Вы не забывайте. Они потом поехали все по своим домам. Приехали в час дня. Каждый по своим домам. Опять. Лапши поели. Чай. Помолились все друг за друга. И там уже их 20 тысяч. Это уже в час дня. В 3 часа дня. Те все. Кстати, заметьте. У каждого всего 2 собрания в день. Одно он пришел, послушал. На другое он приехал сам. Другим передал. 2 собрания. Небольших в день. В 3 часа дня. Эти 20 тысяч. Все разъехались по Гуанчжоу. Или там по Шанхаю. Все приехали в свои дома. У всех по 12. Лапши поели. Чай попили. Помолились. Прославили Господа. Их уже 20 тысяч. Умножь на 12. Сколько получается. И потом дальше и больше. И говорит. Когда они сняли один стадион. Для какого-то мероприятия. Они даже не назвали его христианским. Какой-то концерт. И знали, что на него придут все христиане прославить Бога. Потому что просто музыкант споет несколько христианских песен. Но они же не могут официально. Они пришли все вместе. И говорит. Огромный стадион не вместил всех людей. Которые были христианами в этом городе. Ни одного храма. Ни одного общего собрания. На стадион собрались. Не хватило места. Почему? Все усвоили вот этот принцип Иисуса. Что домашняя ячейка, клетка. Это более важный даже инструмент. Чем большое собрание. Если нет возможности большого собрания. Надо, чтобы каждая ячейка жила. Там внутри была жизнь. Мы можем говорить, что виноваты те, кто приходит. Они там плохо ходят и так далее. На самом деле возлагается ответственность на лидера. Лидер должен суметь создать эту атмосферу. Вы знаете. Один пастор мне рассказывал. У него большая церковь. Такого европейского типа. Ну как часто. Да и традиционного типа. Люди просто в воскресенье приходят. Слушают пастора. Такого знаете. Яркого. Люди вообще любят как-то. Сейчас время интернета, когда люди любят ярких личностей. Надо, чтобы прическа. Вау-вау. И люди приходят тысячами. Приходят. Слушают проповедь. Их вдохновляет. Все нормально. И потом этот пастор мне сказал. Он говорит. Я решил провести мониторинг людей. Говорит. Есть прям списки членов, кто люди дают свои телефоны и так далее. Он говорит. Обзвоните всех. Вот несколько тысяч человек. Кто оставлял телефоны у нас. Кто постоянно ходит в церковь. Как они поживают. Что с ними. Обзвонили. Оказалось несколько десятков. Уже нет живых. Они уже умерли. Этих людей даже уже не существует. И говорит. Никто в церкви об этом не знает. Почему? А потому что церковь, как институт, это всегда прихожане. Прихожане это те, кто пришли. Как на концерт. О, аллилуйя. Там хорошая проповедь. Ха-ха-ха смеются. Плохая. Там сидят недовольные. Проповедь грустная. Плачут. Но у них нет контактов. Они все деперсонализированы. Послушайте меня, друзья. Сегодня 21 век. Когда люди деперсонализируются. Это болезнь 21 века. Сегодня все вконтакте. У него в интернете фоточки делают. Все общаются. Пишешь порой с кем-то вконтакте. Даже слова интересные. Нормальный человек пишет. Лично встречаешься. Смотришь, он вообще полоумный. Ему надо в больницу идти. А там в интернете он прекрасно общается. А здесь человек социопат в реальной жизни. Само общество воспитывает социопадов. Я был маленький. 7 лет мне было. И вот я помню. Играем там какую-то войнушку. Бегаем. И я думаю. Вот бы такой был волшебный телефон. Что вот пацаны, которые бегут в другом конце парка. Я раз беру телефон беспроводной. Я даже не знал слова беспроводной. Говорю, чтобы провода не было. И я ему. Алло, Сергей. И он. Алло, Паша, где я? Справа заходи. Слева. Думаю. Жаль, такого телефона нет. Лет 7 или 8 смотрю сказку. Морозко. Как сейчас помню. О, как интересная. Баба Яга. Ко мне, Иван. Ко мне. Там избушка. Их, так интересно. Думаю. Вот бы у меня был такой волшебный телевизор. Я морозко мог смотреть каждый день. И сам закачивать, какие хочу. Слово закачивать даже не знал. А просто вот сказки включать, какие хотел. Вот бы был такой волшебный телевизор. Потом думаю. Вот бы был такой волшебный экран. Чтобы я с людьми через весь мир мог раз друг к другу. Привет. Как дела говорить? И вот мы об этом только мечтали. Все, что я вам сейчас назвал, это даже не мечта. Это все реальность. Мы вот так вот разговариваем. Я вчера только с тремя человеками говорил. Говорил только со всего мира. Три человека, пояса разные. Даже смешно. Разговариваю как. Я засыпаю, он только просыпается. Он говорит. У нас утро, у вас вечер. И мы вот друг друга видим. Как? О, у вас солнце, да, жара. А у вас? Говорю, а у нас вон, видишь, осень. И мы общаемся. Сегодня телефоны беспроводные. Сегодня эти телевизоры волшебные. Нажимай только кнопку, все тебя закачает. Парадокс. Теперь внимание, вопрос. Люди счастливее не стали. По какой-то причине они не стали счастливее. Ученые изучают, психологи, человеческую душу. Уже мирские психологи говорят, люди более депрессивные, менее счастливые. Люди не знают своего будущего. Количество самоубийств стало еще больше. Маньяков стало еще больше. Почему? Не поймут. И в то же самое время. Вот эти вот этнологи, они ездят, изучают там примитивные народы. Народы такие, знаете, ну просто которые, не то что уж совсем аборигены. Ну в горах кто-то живет, деревни где-то вот есть где-нибудь на Ближнем Востоке. Деревни есть на Кавказе всевозможные. Или там в пустынях деревни всевозможные. Приезжают, изучают там людей. Они далеки от цивилизации. У них нет ни телевизоров, ни телефонов. И опрашивают людей, пришли к выводу. Люди по ощущению счастья, ну там шкала какая-то есть, многое там. Ощущение вот защищенности, смысла жизни, радости жизни. Они оказываются на топе. И ученые говорят, как? Как это? Цивилизационный мир, который создавал всевозможные условия удовлетворения, радости и развлечения, имеет только один процент людей, которые говорят, мы счастливы. Один там или два, он разнится. Эти народы, 90 процентов говорят, мы счастливы. Хотя у них ни интернета, ничего. Они там козу доят, что-то лепешки едят, живут в каких-то шалашах. Феномен. Открыли феномен. У людей должно быть ощущение принадлежности. Когда человек принадлежит народу, племени, клану, он чувствует счастье. Он ощущает, что он не один. Он пошел в горы, сломал ногу, вся деревня несет его с горы. У него нет пищи. Он даже не понимает, что это такое, остаться без еды. Потому что должно остаться все племя без еды, чтобы он умер с голоду. Поэтому у него нет сегодня еды. Все соседи приносят ему кто молоко, кто лепешку и так далее. Человек чувствует себя частью клана. К чему я теперь веду? Слушайте, церковь Иисуса Христа, она создала вот эту атмосферу принадлежности. Мы должны знать, кто мы. И это мы можем чувствовать, если тысячная церковь, несколько тысячной церковь, только через домашние группы. Когда люди приходят, они знают друг друга. Они знают, чем мы живем. Поэтому второе, о чем я сказал, это упрощение христианских связей. Мы должны стать друзьями друг к другу. Мы должны, да, тяжело порой на ячейке привыкать. Но если твои друзья в миру сильнее, чем твои друзья на ячейке, каюк. Каюк, поверьте. Два-три года христианской жизни и все, и потом тебя утянет. Друзья всегда создадут такую атмосферу, которая для тебя будет более комфортная. Человек растет в атмосфере, поймите. Ему нужна атмосфера. Вот везде атмосфера. Любой человек, какой бы он ни был, хороший семьянин. Но если он постоянно будет прогуливаться вдоль своей рабочего кабинета через улицу красных фонарей, рано или поздно он сблудит. Почему? Потому что какой бы он ни был, хороший семьянин, он раз пройдет, вот так глаза будет держать. Потом проститутки из окон ему помашут, он там махнет. Потом пообщается. И если годами он заражается атмосферой, атмосфера мирских людей, она начинает завоевывать тебя. Не ты завоевываешь их, а они завоевывают тебя. Не ты со склянкой подходишь к больному ракам и говоришь, слушай, враг вот лечится этой склянкой, а он наоборот тебя убедит все вместе, раковые больные, скажут, тебе прияснилась эта склянка, и ты засомневаешься, а может и правда у меня рак. И склянку больше пить не будешь, и точно будет рак, и умрешь. По этой причине нужно нам завоевывать людей, а чтобы завоевывать, нужно быть всегда в атмосфере. Стараться пребывать в этой атмосфере, она начинает тебя заражать атмосферой победы. И поэтому ты попадаешь из атмосферы друзей в атмосферу домашней группы. Ну там скучно, пастор. Так ты и ответственен за то, чтобы она была хорошей. Ты когда последний раз своей ячейкой ходил за грибами? Когда последний раз с ячейкой ходил за людьми, а не только за грибами? Когда последний раз ты шашлыки с ними жарил и приглашал неверующих друзей или знакомых, коллег, вот в эту атмосферу, я прям помню, что одна из лучших евангелизаций была в моей жизни. Я всегда замечал, работал как часы. Вот всегда у нас самая лучшая евангелизация называется шашлыки. Лучшая евангелизация. Собрались пять человек, пойдем шашлыки пожарим, пойдем с женами, с друзьями к реке. Все, зовите знакомых. И знаете, что интересно? Все знакомые с удовольствием идут на шашлыки. Вот в церковь не идут, все, у вас вера не та, у вас прославление не то. На шашлыки все идут. Шашлыки у всех одни и те же. Пойдем на шашлыки. Все, смотришь, Петька, который тебя терпеть не мог, сосед, на шашлыки поехал. И жену взял, и тещу. И все приехали. И все, шашлыки. Вас пять человек, и их там трое-четверо. И все. И начинается. Шашлык пожарили. Давайте помолимся. Ребят, мы вот молимся, мы же верующие. Обычно тебе не против, потому что они приглашенные. Помолились. Иисус, Господь, там на языках не молятся. Просто, Господь, спасибо тебе, благодарим тебя за эту атмосферу хорошую. Знаете, что интересно? Всем мирским людям нравится молитва. Я заметил, всем. Они всегда, они могут не молиться, но они уважают молящихся людей. Мирские люди поневоле, они, когда ты поднимаешь свои ручки к небесам и молишься, они смотрят, может, даже посмеиваются, но внутри уважают. Они чувствуют, что молиться лучше, чем не молиться. Когда ты с детьми сидишь за столом, и сидит неверующий человек, ты говоришь, ну, мы помолимся с детьми, ты как хочешь, но мы помолимся. Ты закрываешь свои глазки и говоришь, Господь, спасибо тебе за пищу, благодарю за детей. Да, немножко стесняешься, я тоже замечал. Немножко так, когда тебя смотрят неверующие, я за столом, и смотрят. Молитва не та же самая, когда их нет. А когда они, тебе надо поправиться как-то, ты там, спасибо, Господь, благодарим тебя. И детишки, так как ангелы, закрывают глаза, он смотрит и думает, у него дети со стола вот так все едят, а твои даже ручки складывают. Он поневоле завидует, он сидит, уже первое его сердце коснулось. Потом шашлычок ему дали, Слово Божие где-то так зачитали, и то невзначай. Его все это касается. Через некоторое время с шашлыков, они легче уже переходят на домашнюю группу, потому что появляется чувство принадлежности. Скажите, принадлежности. Принадлежности. Человек хочет принадлежать к чему-то. И когда ему говорят, давай, принадлежи к нам, приходи, ты будешь частью. Частью нашей семьи большой. И ячейка, она начинает жить. Третье, для чего ячейка? Третье, ячейка для воспитания лидеров, или домашняя группа. Для воспитания лидеров. Деяние апостолов, 2 глава. И Библия говорит, смотрите, 42 стих, Библия, Деяние апостолов, 2, 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. То есть ячейка должна поставить себе цель, домашняя группа, чтобы все люди в церкви так или иначе проходили обучение лидерству. Мы хотим, чтобы каждый был не последователем, а лидером. Внутри тебя живет лидер. В каждом человеке живет лидер. И мне нравится, как говорит Ариэль, который приезжал. Он сказал, он есть в каждом. Он просто застрял где-то. Застрял. И его надо оттуда вытащить, этого лидера. Вытащить изнутри себя. И ты можешь быть лидером. И мы помогаем, как церковь, мы создаем целую систему воспитания христианских лидеров. У нас она есть. Мы говорим, слушай, университет жизни. Кто знает, что такое университет жизни? Мало людей. Университет жизни, даже мы его назвали университет жизни. Коучинг, первые уроки, как ходить со Христом. Потом инкаунтер, это встреча с Богом трехдневная. Кто был на инкаунтере? Кто ездил? Уже больше народу. Три дня пребывания с Богом, где очищается твое понимание, сознание, как ты едешь, как ты живешь с Богом, какой авторитет для тебя Библия. Потом после этого ты проходишь еще несколько уроков. Это все университет жизни. Потом на год посвящаешься по субботам приходить на школу лидеров. С одной целью, чтобы в конце оказаться лидером домашней группы. Вместе с другими людьми завоевывая новых людей. Это третья цель домашней группы. Четвертая цель домашней группы. Четвертая. Это умножение. Поймите, Иисус сказал двенадцати. Он им сказал, идите и научите. То бишь, пойдите и вы сделаете учеников. Значит, если ты в команде Иисуса, то у тебя появятся ученики. А это процесс умножения. Ребята, это целое, целое, огромное понимание жизни. Запомните, все на земле живое умножается. Оно даже не растет, оно все умножается. Всегда процесс, математическое действие, помните, прибавление, потом идет умножение. Этот закон вы увидите во всей вселенной. Растение сначала растет, это прибавление. Был сантиметр, стало пять, стал метр, два метра, это рост. Потом выбрасывается семена, появляются новые деревья, умножение. Ты в семье рождаешь детей. Один, два, три, четыре. Ну, я про свою, у меня четыре. Четверо вырастают, каждый из них женится. Каждый начинает. Один, 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 два, 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 три, три, три. Появляется через поколение уже шестнадцать. Это умножение. То же самое с церковью. Братья и сестры, тот же самый принцип заложен в церкви. Когда домашняя ячейка живая, они все начинают работать на то, чтобы приходило больше людей ко Христу. Пили из этой склянки. Спасение. Потом каждый, вырастая в лидера, каждый через некоторое время открывал свою домашнюю группу. И тогда получается умножение. Поэтому четвертый цель домашней группы – умножение. Аминь, дорогие мои. Домашняя группа, братья и сестры, это наш дом. Нет дома – нет детей. Это закон жизни. Дети рождаются где? В доме. Дети не рождаются в горах, в пустыне. Дом. Дом – домашняя группа. Домашняя группа способна выжить в самые тяжелые условия. Если ты ослаб как лидер, как человек ослаб, слушай, ну вприсни в себя новую жизнь. Я хочу быть в домашней группе, потому что там мои братья и сестры. Мы даже слово, какое во Христе используем – братья и сестры. Не просто друзья, это ближе. Мы, братья и сестры, по крови во Христе Иисусе. Он пролил за нас свою кровь и дал нам свое ДНК. Значит, мы чувствуем – мы одной крови. Помните, как у Маугли? Мы с тобой одной крови. Точно так же мы чувствуем принадлежность. Мы одной крови, мы одной веры. Мне это так приятно всегда во всем мире. Куда бы я ни приехал, во весь мир, приезжаешь, встречаешь верующих людей, и ты чувствуешь – мы одной крови. Прям классно. В наше время деперсонализации, где все говорят – мы в одной группе в Инстаграме. Не, у нас сильнее – мы одной крови. Даже если мы в одной группе в Инстаграме – мы одной крови. Вы только в одной группе, а мы в одной крови. Там лидеры и последователи, а мы все лидеры, превращаем других в лидеров, других превращаем в лидеров. Мы все хотим быть лидерами. Хорошо. Амин. И последнее, последняя моя мысль, которую уже заиграли ее. Ты молодец. Но я сегодня что-то увлекся, но мне так важно нанести. Последнее, друзья мои, чтобы вы поняли. Теперь план домашней группы. Две вещи, которые входят в план домашней группы. Первое – это вдохновительное слово или вдохновение. Когда мы приходим на ячейку, если мы собрались на домашнюю группу, ячейка, домашняя группа, чтобы вы знали это одно и то же, там всегда должно быть слово. По возможности, конечно, свежее. Свежая манна. Чтобы мы пришли, это было слово с небес. Слово новое, с Писания. Люди послушали слово, помолились этим словом, вдохновились словом. Второй момент, второй – это целеполагание. Если на ячейке мы только помолились и не дали целеполагание, что значит целеполагание? Мы пять человек собрались на домашней группе. И у нас цель – склянку, которую я сказал от бабушки, передать другим людям, которые ее не знают. Раковые больные, которые не знают спасения. Мы их любим. Они люди хорошие, просто не знают спасения. Раковые больные – многие хорошие люди, но они умирают. И мы знаем, что их ждет ад. Наше сердце говорит, у нас есть склянка с лечением от этого рака. У нас она есть. Давайте напишем имена. И каждый пишет, например, по три имени, по четыре имени. Пять человек написали по три имени. Пятнадцать человек мы только написали на ячейке. Это целеполагание. И мы знаем, что в декабре месяце будет инкаунтер. В декабре. Инкаунтер – это встреча с Богом. Это трехдневный выезд. И мы говорим, давайте к декабрю привезем пять от нашей домашней группы. Ну давайте поставим, раз мы молимся за пятнадцать, молимся. Очевидно, не все придут, не все захотят склянку пить. Но давайте пятерых, чтобы они приехали на инкаунтер. У нас есть два месяца. И мы начинаем молиться. Когда ты начинаешь молиться об этих людях, ты начинаешь о них думать. Ты начинаешь им звонить время от времени после молитвы. Ты начинаешь с ними тоже строить связи с неверующими. Приглашать их на шашлыки. Потому что у тебя есть цель. В декабре привезти пять с нашей ячейки на инкаунтер. Ну не пять, ну три. Ну не три, два. Сколько ты можешь? Ну пусть один. Но главное, чтобы была цель. Цель. И когда ты прописываешь эти цели, так потом ты говоришь, Господи, после этого пусть из этих пятерых двое пойдут на школу лидеров. Тогда твоя жизнь уже будет иметь смысл. И твоя ячейка будет иметь смысл. И такая ячейка никогда не будет болотом. На такой ячейке даже почувствуешь, оп, река встала. Оп, лягушки. Оп, пиявки ты. Оп, давайте. Во, вода, чтоб текла. В водах, чтоб опять была вода. Жизнь была. Пробиваешь эту запруду, и она опять течет. Появляются новые люди, новое счастье и благословение во Христе Иисусе. И ты в сердце чувствуешь, что ты не прихожанин. Ты ученик. И я хочу закончить словами из Евангелия от Матфея, где Иисус говорит простые слова. Евангелия от Матфея, 7 глава, 21 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Иисус говорит, ну не всякий, кто заходит в церковь, становится христианином. Ну ты же не заходишь, как я уже говорил, в гараж, и не думаешь, что ты машина. Так? Ты понимаешь, что это нелепость. Вот так же и здесь. Я пришел в церковь, чтобы исполнить волю Его. Его волю. У Него есть какая-то воля, план для меня. И я хочу в этой жизни исполнить Его план. И когда я исполняю Его план, Его, то поверьте, Он благословит тебя на земле и твои планы. Я заметил уже парадокс какой-то жизненный. Люди, которые спокойно, без напряга, служат Богу, у них нормальный тайм-менеджинг, менеджинг, это по-русски надо сказать, время, управление временем правильное. Они спокойно живут. У них нормально и в семье все, и время хватает на церковь. У них на все хватает время. Некоторые люди, а жить-то когда? Если ячейка вечером, а потом еще одна, потом ты ведешь, одну ячейку ты ведешь, на одну ты ходишь, потом еще на молитву, не дай Бог, жить-то когда? И знаете, если честно, я однажды посидел и стал жалеть людей, стал жалеть, думаю, правда, жить-то когда? А потом Костеланос однажды мне сидит, вот просто фразу одну сказал, он говорит, поверь, дьявол всегда найдет работу для всех, кто говорит жить-то когда? Всегда найдет. Свободное время всегда найдет. И я заметил, люди чем начинают заниматься в свободное время? Фильмы смотреть идиотские, в компании идиотов встречаться, потом начинается алкоголь появляется, причем у мирских людей, и все, и там компания, она... Субтитры сделал DimaTorzok